Продолжение следует... В рамках биеннале современного искусства «Манифеста 10» можно не только восхищаться инсталляциями, но и попробовать что-нибудь сочинить самому. Один из таких проектов — «Грджаминсквик». Чтобы участие в нем для вас было максимально креативным, вам предстоит изучить не один десяток звуков живой природы. Если игра на музыкальных инструментах, в дуэте с лягушкой или дроздом кажется вам чем-то из области фантастики, тогда вам прямая дорога на студию звукозаписи, которая на несколько месяцев открылась в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Основная изюминка этого проекта заключается в том, что люди, которые приходят сюда на проект, они могут сами поучаствовать в создании новых композиций, которые мы записываем со звуками животных, и таким образом создать какое-то свое произведение искусства небольшое. Творческие эксперименты — визитная карточка автора проекта, итальянской художницы Паулы Пиви. На Петербургском фестивале она вновь в качестве красок использовала звуки. Подобный проект уже был реализован в Роттердаме несколько лет назад. Тогда партнером эксперимента выступила орнитологическая лаборатория, и в качестве сэмплов использовались только голоса птиц. Большую часть звуков в этом списке составляют звуки животных, которые занесены в Красную книгу. То есть это редкие вымирающие виды. И одна из основных целей Паулы Пиви как раз в данном проекте — привлечь внимание к проблеме вымирающих животных. Для записи трека предстоит сделать выбор более чем из ста фонограмм звуков животных, птиц, рыб и насекомых. Кроме известных, таких как мурлыканье кота или кваканье лягушки, есть и совсем неожиданные, например, звуки смеющегося сокола. Музыканты чаще всего выбирают птичек. Вот, видимо, как наиболее нейтральное. А вообще, конечно же, топ — это кошачье мурчание и кошачье сердцебиение. Оно нравится всем. Все в восторге. Что музыканты, что люди, не относящиеся к музыке. Для них, для всех это новый опыт, и им это очень нравится. Уровень музыкального образования для участников не имеет значения. Попробовать творчески подружиться с животными может как любитель, так и профессиональный певец или музыкальный коллектив. Мы здесь второй раз, и первый раз мы были в восторге, и второй раз мы были в восторге. Тюлени и моржи сегодня потрясли нас совершенно. Тюлени, да, это было неожиданно. Полнейший космос. Была птичка ту, был бородатый тюлень и... И зайцы какие-то. Нет, и лягушки. Лягушки, лягушки. С таким качеством звука очень редко приходится работать. Я здесь первый раз. Очень хорошая звукоизоляция, хорошее качество оборудования. В общем, сплошное удовольствие. Да, весьма. Мы, думаю, мы еще не раз сюда зайдем. Я тоже решила не упускать уникальную возможность и записать свой маленький музыкальный шедевр. Себе в помощники выбрала древесную лягушку и носорога. После того, как выбраны сэмплы животных, необходимо определиться с инструментами. Кроме стандартных, таких как синтезатор или гитара, есть и не совсем обычные. Например, диджей-риду, там-там или шейтеры. Можно сыграть на одном, но интереснее попробовать на всех. Правда, сразу услышать результат своего творчества не удастся. Над сведением трека несколько дней будет работать звукорежиссер, после чего запись можно будет найти на личной электронной почте. Вот так, меньше чем за час, я стала автором эксклюзивного трека, в котором приняли участие, пожалуй, самые необычные бэк-вокалисты мира. Кочующая биеннале в очередной раз доказывает, что полеты человеческой фантазии и творчества не имеют границ. Аделия Егорова, Арина Маргарита Егорова, Ирина Володина. Специально для Манифеста ТВ.